Баруха Таладана и Лохейну Погрузиться сегодня в Тебя, чтобы ощутить ту полноту, окунуться в ту атмосферу, атмосферу исхода из старого, ненужного, ветхого, старого человека и войти в славу Твою. Сегодня наша тема, тема Песох. Пасха как сияние славы Господней, так мы ее и назовем. Сегодня восьмой день Песоха. Это последний день празднования вне Израиля. Вчера была Святая Суббота, седьмой день. В Израиле Песох празднуется семь дней, за территорией Израиля восемь дней. Сегодня наши братья-католики, христиане армянские и христиане грузинские, в грузинской церкви отмечают Пасху. И скажу вам так анонсом, в этом году Пасха, Песох, она вообще очень интересная. Во-первых, в этом году совпадают даты. Именно 10-го Ниссана, почти 3,5, чуть больше тысячи лет назад, Господь сказал израильтянам выбрать себе в каждую семью по одному ягненку. Именно 10-го Ниссана Иисус из Назарета зашел в Иерусалим. Это даты, которые связаны между собой неспроста. И все мы понимаем прекрасно, что тему Песоха в одну проповедь, и даже десяток, и даже сотен проповедей, ну просто физически нельзя вместить. Много людей, множество людей, целую жизнь свою посвящают исследованию этого праздника и всего тому, что Бог дал для людей, исходя из этого праздника. Сегодня утром, когда все мы пришли, начали сходиться, подходит пастор Виталий и говорит, вот будет вот сейчас вот эта песня, которая играет, она будет сегодня во время прославления, а после этого ты будешь проповедовать. У меня все сразу домики поломали, все, что половину того, что я писал, я уже не буду вам читать. Я вам скажу одно, смотрите, эта песня, это просто неспроста песня, это песня из Песоха. Песоха, когда весь израильский народ подошел к морю, и в их жизни случилось слово, которое все вы слышали на энкаунтере, у них случился тетел эстай. Это четвертое значение этого слова. Это слово перемены старого на новое, это перемена сезонов, это перемена одного этапа или периода жизни на другой период жизни. И в 14 главе Господь говорит Моисею, скажи израильтянам, чтобы они повернулись назад и остановились между одним из городов и морем. И израильтяне не поняли, у них начался кое-какой ропот, они даже усомнились в некоторых словах Моисея. Сразу тут же побежали к Моисею и сказали ему, ну что же ты делаешь, ну что там гробов было мало в Египте, зачем ты нас сюда привел. И, конечно же, Моисей сразу возоклил Господу, чтобы тот навел порядок. И еврейская традиция говорит о том, что когда израильтяне подошли к морю, и Бог сказал им, идите. И у них вообще шок, то есть они понимают, что жить в море человек не может. Но раз Бог сказал, идите, он собирается и идут. И море раскрылось именно тогда, когда они уже дошли до носа, до вот такого вот предела, они уже не могли дышать. И именно в это время Бог открыл море. Знаете, это, ну я не знаю, это вера. Вот это настоящая, по-моему, вера. И когда они прошли по этому морю, в 15 главе говорится «Песнь Моисея и Мириам». Мария, это сестра Моисея была. Но тут очень интересный момент. Смотрите, когда, первый стих. «Тогда Моисей с израильтянами воспели Господу эту песню». Ну, можно было бы не вникать, если бы сегодня не Песок был. Идут полтора миллиона людей, только мужчин. Ну, плюс-минус там, миллион триста, миллион пятьсот, без разницы. Они же, как пионеры, не учили эту песню на память. Здесь, с этой кафедры, очень часто звучит, когда пастор Виталий говорит о единстве, о каком-то согласии. О, вот оно. Вот оно, это согласие, которое витало тогда между израильтянами. Они все возопили в свое время к Богу. «Выведи нас из этого рабства». И Бог на это, ну, просто отреагировал почти моментально. Пока 210 лет, по христианской традиции 430 лет, они ходили в египетском плену. Вот как-то нормально. В один момент они возопили все. Написано, все возопили. Бог услышал, дает реакцию, доходит до моря. Когда же, несмотря на ропот, вот он терпеливый на самом деле Бог. Бог, который положил в себе вывести, что бы это ни стоило, этот народ. И даже с оговорочкой скажу, когда-то евреи хотели праздновать погибель Египта. И Бог через своих ангелов и просто пророкам сказал, не празднуйте. Нельзя. Это тоже дети мои. Они погибли, но вам праздновать это нельзя. Вы должны радоваться о своей свободе, а не о погибели людей. Потому что они тоже дети Божьи. И это цена. И Богу это, ох, как сильно дается. У Бога тоже есть душа, и она плачет. Его сердце тоже стенает, когда его дети погибают. Смотрите, здесь они пришли, и все начали петь эту песню. Господь, сила моя, кто как не он может спасти меня. И вот это вот сегодняшняя песня, которую я смотрел, даже вот не знаю, простите, как зовут девушку, юную, молодую, даже она пела. Она не знала, наверное, что сегодня будет эта песня, но она пела ее. Люди стояли и пели. Это единство. Это те... То единство, это та мечта, та идея, которая объединяет, и это слава Божья, и это слова Божьи. Потому что эту песню мог вложить только Бог. Только Он мог придумать эту песню, и Он мог вложить эту песню в сердца евреев, всех полностью. Смотрите. Песах. Это слово, которое имеет несколько как прямых указаний, так и множество символов. И оно означает в одном переводе скачок, прыжок. То есть надо было очень быстро, как говорит традиция, собраться ночью и уйти, выбежать. Причем было очень множество таких интересных вопросов. Во-первых, евреи очень изумили египтян. Когда евреям Бог сказал 10-го числа выбрать себе этого ягненка, замечайте сейчас, они пошли, взяли себе ягненка, Бог сказал, без порока, чистых и так далее. Остальные дни до 14-го Ниссана они исследовали, чтобы эти ягнята были точно без порока. Там идет целое писание. Чтобы они не бодались, не мычали, не кричали и так далее. Ни хромые, ни косые, ни сколиозные и так далее. А египтяне-то видят, какая движуха какая-то происходит. В субботу евреи никогда ничего не делали. И тут Великая Суббота. 10-ая Ниссана, это была суббота. И вот они идут и что-то начинают делать. Говорят, что это вы делаете тут? Он говорит, ну мы тут козлят водим туда-сюда. А египтяны такие, народ очень хитрый. И они говорят, так а расскажите почему? И евреям нельзя было врать в субботу. И они начинают рассказывать, да. Вот они говорят, ну вот мы взяли ягнят. А ягненок был идолом у египтян. И он был покровителем первенцев. У Бога вообще свое чувство юмора определенное. И он говорит, египтяне говорят, а куда это вы их ведете? Говорят, привяжем кроватью, а потом посмотрим. Пока египтяне ждали какого-то ответа, у них потихоньку начала происходить истерика. Это реальная история. Они не понимают, что происходит. И тут пошла молва о десятой казни, о том, что первенцы будут закланы. И египтяне начали, ну у них истерика, они бесноваться начали. Они говорят, а кто нас тогда защитит? Потому что они пытаются зазвать к своему идолу, а идол не отвечает. Он связан и привязан к кровати. Что такое, что происходит? И много тогда, и я уже перехожу к той теме, когда Бог говорит, что множество народа уходило вместе с израилетянами. Множество народа. И чтобы вы понимали, этот народ это мы с вами. И придет всего-то каких-то полторы тысячи лет, и Иисус скажет, не вы меня избрали, а я вас избрал. И позволил выйти вам из Египта. До этого мы еще дойдем. Смотрите, египтяне уходят, не понимают, некоторые пытаются присоединиться, но это не дает. Бог выбирает, смотрите, он говорит, что только с израилетянами поделился истинным предназначением. Истинным предназначением этого ягненка. Он говорит, его надо будет отвезти на заклане, убить и косяки дверей помазать кровью. И если там, ну просто на секунду хотя бы включить, ну мастера тут у нас, слава Богу, есть, они знают, что такое косяки дверей. Но это очень крест напоминает, потому что мазалось здесь, 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 а кровь, которая стекала отсюда, образовывала последнюю конечную точку. Это крест. И дальше, когда мы пойдем уже в наше время, в Новый Завет, я вам объясню, о чем я сейчас говорю. Смотрите дальше. Песох также, ну дает настолько прямые указания, потому что весь, все писание написано словами, которые в русском языке, ну имеют целое по сути предложение. Не знаю, как это правильно выразить. Это называется слово действие. То есть сказал, сделал, это одно понятие, так написано слово. И когда уже придет время Иисуса Христа на земле, он скажет, что, когда к нему ученики подойдут, и он скажет, ну вы тоже можете уйти. Он говорит, нет, мы не уйдем, потому что вот в тебе есть глаголы жизни. Это и есть слово действия. Бог сказал, Бог сделал. И вообще, чтобы вы понимали, отметьте себе где-то, потому что слово жизни, это Иоанн раскрыл. Он, наверное, так вот приклеился к Иисусу, и он сказал, что вначале было слово, и слово было Бог. Исходя из Иоанна, мы можем сказать с абсолютно стопроцентной уверенностью, что все писание написал Иисус Христос. Полностью. Все. И только когда Он пришел к Отцу, для нас открылась эта тайна. Это вообще отдельная тема, поговорим когда-то тоже. Смотрите дальше. Интересно, что во время Песоха, точнее до Песоха, до самого Исхода, Бог сказал всем, каждому израильтянину, не только взять огненка, но избавиться от классного. Это важно. Это очень важно. И именно вот это вот квасное, оно должно исчезнуть полностью из нашей жизни. Старая закваска не даст тебе двинуться и совершить вот этот скачок. Настолько это важно, что даже сегодня евреи делают чистку дома, так называемую. Папа лазать с фонариком и свечкой и выметает оттуда полностью. Нельзя даже там написано где-то в Мидрше, или я не помню, где там написано, что не больше, чем оливка. Должна быть вот кусочек или соринка, вот это вот квасного, любого квасного. Это касательно хлеба, ну кто-то там есть квасные вина, спиртные напитки и так далее. Все это выметается полностью. Ну, сами понимаете, избавиться от сегодняшнего, я сейчас говорю о сегодняшнем, в Израиле вот так вот не получается, поэтому раввин становится на время посредником. И он, только евреи могли это придумать. И он как бы, каждый житель дома, каждый глава семейства должен собрать все квасное, что нельзя выбросить, упаковать его в коробочку, отдать раввину. Ну, и раввин делает продажу не иудею. На неделю. Ну, грубо говоря, идет к соседу арабу, вот приходит ко мне и говорит, слушай, араб, выкупи у меня за один доллар, вот это. Причем он реально рискует. Я ведь могу не отдать. Но на самом деле не могу не отдать, потому что так Бог ложит на сердце и сейчас. Я говорю о сегодняшнем дне. Вот этим арабам, что они боятся, не дай Бог что-то себе взять у евреев. Они знают, что этого делать нельзя. Ох, как знают. И поэтому говорит, окей, все, за доллар он продает, через неделю назад возвращает. Некоторые возвращают и тот доллар. Или шекель, или там, ну, ту валюту, о которой они договариваются. Не-не-не, никто себе этого квасного не берет. Они знают. Даже другого вероисповедания, даже совсем неверующий, не возьмет у еврея и не украдет. Смотрите дальше. Дальше упоминается о том, что Песах, это одно из названий праздников. Есть еще название Хак Хаматсот, это праздник пресноков, когда надо есть только пресный хлеб. Эти все семь, а за границей Израиля восемь дней. Хак Хавив, это праздник весны и обновления. И Хак Хахерут, это свобода. Это все относится к Песаху. Я буду говорить быстро, ну, просто время поджимает. Все постановления касательно исхода в Вечном Завете с израильским народом, вы можете прочитать в главах исход 12, 13, 23, 15, 34 глава и так далее. И это все идет, смотрите, это все продолжается. И этот праздник называется праздник Господен, потому что именно Бог дал постановление отмечать из рода в род, из века в век. Всегда. Каждому израильтянину, несмотря ни на что, надо отмечать этот праздник. Но последнее упоминание идет в книге Иисуса Навина в главе 5, когда уже Израиль входит в землю обитаванную и в ворец Израиль. И все. Потом по какой-то причине, ну, я честно скажу, я не знаю, я не исследовал, по какой из причин Израиль забывает постановление Бога. И попадает в плен в Вавилонский на 70 лет. И как вы думаете, что было первое? Ну, там еще в Иосии, при царе Иосии он пытается восстановить, да, восстановить пытается этот праздник. И потом идет уже упоминание в книге Ездры в 6 главе, с 19 по 22 стих. Как только они уходят из плена, не тяжело догадаться, какой первый праздник, какое царское постановление было установлено в Израиле. Это был праздник Песаха. Когда были собраны все священники, когда было объявлено, что Бог прав, мы были неправы перед Ним. Было всеобщее покаяние и большая просьба у Бога вернуться назад. И знаете, евреи тогда, наверное, не очень поняли, я так понимаю. Потому что во второзаконии, в книге, которая была написана до того, как они забыли праздновать этот праздник, Бог во второзаконии в 26 главе сказал следующее слово, 18-19 стих. «Господь объявил сегодня, что Ты Его народ, Его драгоценное достояние, как Он и обещал, и что Ты должен хранить все Его повеления. Он объявил, что поставит Тебя выше всех созданных им народов». Здесь тоже очень интересно, заметьте, созданным им всех народов. Мы, народ, тоже созданный Богом. И дальше, ну я прошу прощения, если у кого-то это сейчас кувыркнет, вот эти вот слова. «Воздаст Тебе», Тебе с маленькой буквы, «воздаст народу хвалу, славу и честь, и Ты будешь святым народом Господа Твоего Бога, как Он и обещал». Смотри, Бог не просто выводит Израиль из плена, потому что они вопили, что другие не вопили. Египет на то время, извините, это очень огромная такая империя, и вопиющих там хватало. Но именно почему-то вот Израиль народ увидел, Господь увидел израильский народ, его вывел, и воздавать славу, честь и хвалу Господу. Мы привыкли, мы знаем, что так надо, это в нашем ДНК прописано. Мы взираем на Его славу, когда Он нас выходит, когда мы приходим к морю, когда Он ведет нас по этому морю, когда все, что не случается с нами, видна слава Божья, потому что как бы темно кругом не было, ночью, ты всегда видишь путь, по которому ты идешь, потому что Бог его освящает. Он становится перед тобой, когда ведет тебя. Но в один момент когда-то, чтобы тебя проверить и подтвердить, попросить у тебя подтверждения завета. Смотрите, идет, написано в Писании, идет ангел, а за ним весь Израиль. Но в какой-то момент ангел уходит, перестраивается назад, и Бог говорит, а теперь ты иди. А теперь ты иди. И когда ты сделаешь этот шаг, тот сам Господь Бог отдает тебе и славу, и хвалу, и честь. И это круто. И это круто. Но смотри, чтобы сердце твое не возгордилось, потому что Господь, Бог твой ревнитель, и славы своей не вода с никому. Это тема для взрослых, поэтому я прошу заранее прощения, если кого-то кувыркает. Смотрите дальше мы идем. И потихоньку мы заходим во времена жизни на земле Иисуса Христа, который до определенного момента был на небе с отцом, ему там было очень хорошо. Когда-то, я так понимаю, сказал отец, мне пора идти туда, потому что они, ну что, их опять, сколько раз уже можно их отправлять в Вавилон, сколько раз можно делать это, это и это. А еще все народы ждут. Они-то вышли. Эрец Израиль мы отдали израилетянам. А с остальными что делать? И вот теперь смотрите, по датам мы пройдемся. 10 числа, помним, да, еврей берет себе, ягненка в качестве пасхальной жертвы. 10-го Ниссана Иисус заходит в Иерусалим. С этого момента Иисус становится тем ягненком пасхальным, о которых Иисус говорил еще в Исходе в 12.3. И как Он может стать личным спасителем каждого человека? Только если каждый человек попросит Иисуса Христа войти в Его семью, войти к Нему в дом. Привязать, конечно, не получится, да и не надо. Сам Иисус стоит у дверей и стучит. И продолжает стучать. Отворяющему эту дверь, дверь своего сердца, своего жилья, своей жизни, будет иметь жизнь вечную. Смотрите. Первые инструкции о Песахе записаны в 12 главе Исхода. И вот сейчас именно об этом Агнце мы и поговорим. Иисус заходит 10-го Ниссана в Иерусалим. И, как говорит Писание, Его взяли для того, чтобы проверить. Последние главы говорят о том, что и фарисеи, и законники искали в Нем какую-то вину. Его постоянно искушали, задавая какие-то вопросы. И не найдя в Нем ни изъяна, ни порока, никакого греха, на четвертый день решили распять. Иисус, который на то время был первосвященником, становится еще и Агнцем. И дальше идет много-много той вечно заветной символики, которую Иисус приносит в этот мир, и они становятся реальностью. Достаточно сверхъестественные слова, которые говорило много пророков, начиная от Иезекииля, и Давид, и множество. По сути, каждый. Даже Малахия в 3-4 главе говорил, что будут определенные какие-то моменты. Интересные очень. И после всех вот этих исследований Иисуса приводят к Понтию и Пилату. И там написано, что Пилат не нашел в Нем никакой вины. Избываются те местописания, которые говорили, что и язычники, и евреи предадут Его, не найдя в Нем вины. Это происходило ночью. Как те ягнята были закланы ночью, так и с наступлением темноты Иисуса судили. Судили неправедно, судили нечестно. Но должно было исполниться Писание. И все, что указывалось, и все, кто указывали на Мессию, Иисус взял на себя эту ответственность, о которой Сам написал. Взял на себя полностью. Смотрите. Понтий Пилат сказал, что не находит в Нем ничего плохого. Точно так же в инструкциях о пасхальном Агнце Иешуа был проверяем и был провозглашен непорочным и евреями, и язычниками. В исходе 12.6 сказано, что Агнец должен быть закон в сумерках между вечерами. То есть примерно, давайте считать. Израиль достаточно, ну сам видел, горестая местность. Иерусалим находится на холмах. Солнце там садится моментально. Где-то, согласно Писанию, Агнца должны были закласть где-то до начала темноты. То есть в сумерках, то есть в предвечерии, между 15.00 и 18.00. У Марка 34.37 сказано, что Иисус умер около 9 часа дня. То есть если мы берем за отсчет весеннее, скажем так, солнце, оно поднимается в 6 утра, добавляем 9 часов, получаем 3 часа дня. Это исторические факты. Между тремя и где-то около 3 часов Иисус умирает. И именно в это время весь Израиль в эту дату начинает с заклания всех Агнцев. Вот вам и символика. Ишуа преломляет хлеб со словами «Примите, едите, сие есть тело мое». Матфея 26.26 И все мы понимаем, что это необычный хлеб, потому что Иисус из Назарета был стопроцентный еврей. Все, что Иисус сделал, Он делал по тем традициям, которые были на то время в израильском народе. Полностью все. Он не мог отойти от того, что Сам и придумал. И Он в это время преломил мацу. Маца – это хлеб не квасной. Это полностью пресный хлеб. Есть целое учение о маце. И это все, конечно же, исходит именно из Седера. Это праздничный вечер перед Пасхой. Когда глава семейства готовит чуть ли не собственноручно, в основном так и есть, этот хлеб, проверю, чтобы не было ничего квасного, никакой старой закваски, ничего старого, ни капли греха, который бы напоминал о каком-то старом там. И в это время у меня голоса не запросил. Иисус сказал, точнее, Он очень часто, не один раз, Он очень часто говорил о, сравнивал закваску с лицемерием, с грехом, с злом. Это там у Луки из 12 глава, и Матфея из 16 глава. При этом Он говорил, что в нем, часто очень говорил, что в нем нет ни греха, ни лукавства. Призывал и говорил, что если вы не оставите вот это фарисейство, то вы не войдете просто никуда. Ни в какое царство небесное. Дальше, следуя из седора этого, у традиционных иудеев берется 4 чаши. Это большой символ, достаточно. Каждая чаша имеет свое название, в принципе, мы этого читать не будем, но я вам скажу коротко. Это весь Песох, весь исход. Его можно буквально четырьмя глаголами охарактеризовать. Вывел Бог, избавил, спас и принял. Вот это вот 4 чаши. Есть разные традиции касательно наперед забегу 4 чаши, но вот касательно 3 чаши, это точно чаша спасения. Я думаю, что именно вот эту чашу, когда Иисус поднял, Он сказал, что вспоминая о физическом исходе из Египта, Он поднял и сказал, пейте все из нее, ибо сие есть кровь Моя, нового завета, за многих изливаемо восставление грехов. Это Матфея 26, глава 27, 28 стих. Также есть у Иоанна 6, 53. Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Это очень важно. Бог видел израильский народ при исходе свободными, исполненными жизни, любящими Господа, исполняющего заповеди народа, чтобы каждый, взирая на израильский народ, на каждого израильтянина, мог сказать, жив Господь Бог Израиля, велик Господь Бог Израиля. Иисус, когда приходит на землю, Он не отменяет закон, Он дополняет его и для нас с вами просто расширяет, для того, чтобы принять нас в семью. Тот народ, который шел следом за израильтянами и который ожидал своего времени. Он говорит, пейте кровь мою. Все мы помним вот это место, когда многие из учеников не поняли, о чем Он говорит. Это уже те, которые из 70 были. Они его оставили и я думаю, испугались и убежали. Потому что не поняли. Совсем не поняли. Они подумали, что пришел новый какой-то человек. Они не рассмотрели в нем мессию. И просто развернулись и ушли. Потому что попросить еврея, израильтянина, может, крови попьем. Ну, как-то, знаете, это вообще против любого закона. А уж тем более, если есть постановление, что нельзя пить крови. Есть кровь, это написано. Потому что в ней жизнь. И тут Господь говорит, пейте кровь, в ней жизнь. Но что-то не то, что-то не так. И чтобы понять, что там не то и не так, надо было последовать дальше. Это действие мы сейчас с вами называем причастием. А дело не в вечере тайной. Дело в Песохе. И надо было просто вот эту вот чашу поднять и просто провозгласить, что в ней есть жизнь. В ней спасение. А сама суть это вот этого пасхального седора, пасхального ужина. Это общение с Богом. Бог дает, зная, что завтра и Он уже с ними не будет. Он даже говорит, ну вот уже, да, уже и пришло то время, когда про четвертую чашу надо сказать. Иисус сказал, что вот эту чашу я с вами буду пить уже там. Евреи пьют эту чашу сейчас. Те евреи, я имею в виду не мессианские, а ортодоксальные евреи, для которых Иисус не спаситель. Их личный. Они пьют эту чашу все равно пророчески, потому что эта чаша называется чашей благодарения. Мы с вами эту чашу будем пить с Иисусом. Мы же там на небе. Сейчас у нас есть чаша спасения. И у нас есть замечательный шанс вечерить с Господом, потому что Иисус говорит, я приду и вечерить с вами буду. Уже сейчас. Сегодня ты можешь прийти домой и пригласить Иисуса. Вкусить Его кровью, вкусить Его плоть. И вкусить вместе с этим жизнь. И иметь общение с Богом. Еще одна деталь. Вспоминая и отмечая вот это вот освобождение Песах Израиля, давайте вспоминать именно о том единственном, который по-настоящему освобождает и будем проводить с Ним время. Потому что когда Иисус заходил в Израиль, в Иерусалим, простите, Он заходил в Иерусалим, помните, да, спаси нас, пожалуйста, Асана, Асана Всевышнего, Господу, они вещи Ему под ноги бросали, но они полюбили свободу, а не того, кто несет эту свободу. Иначе не распяли бы. Понимаете? Чтобы иметь эту полноту, надо не только свободу полюбить. Ты можешь, конечно, поупираться и отдать себе, любимому, всю честь, хвалу и славу за то, что ты бросил курить, за то, что в какой-то момент ты сказал, я вот брошу пить или колодца или еще что-то. ты молодец, ты на 100% молодец, но это не стопроцентная свобода. И мы приходим к такой замечательной штуке, будем сейчас пить прообразно четвертую чашу эту, мы будем благодарить Бога, но перед этим я хотел бы еще сказать о вот этом Тетелестай о совершенстве. Когда иудеи выходили, евреи еще не иудеи, евреи выходили из Египта, они ждали этого момента, они на самом деле хотели быть свободными. Они делали все для того, чтобы стать свободными, чтобы одержать эту свободу. Да, было сложно, были очень сложные времена у них, когда надо было принимать решение, стоя вот так вот в море. Когда уже ты заходишь вот так вот и уже дышать нечем, и ты надеешься на Бога, я уверен, я точно знаю, что в жизни каждого из нас были какие-то моменты, когда мы уже захлебывались. Мы захлебывались от собственного бессилия, мы захлебывались от собственного рабства, мы захлебывались от того, что на нас давит и нам нечем дышать физически. я верю, что у каждого это свое, я понимаю, пытаюсь понять каждого, у которого это свое, но тебе надо сделать этот исход. И когда Иисус, будучи уже на кресте, Он сказал слово «свершилось», свершился Песох, свершился исход, Он сказал греческое слово «тетелестай». У него четыре значения, четыре чаши, четыре значения, четыре, это человеческая цифра. Смотрите, совершилось «тетелестай». Первое обозначение задача выполнена. Так говорил тот раб или слуга, которого хозяин отправлял с каким-то посланием или для чего-то, ну там сбегать, не знаю, за вином или любое задание, абсолютно любое задание. И поэтому, когда Иисус сказал «свершилось», Он хотел сказать и сказал «Я в точности совершил волю Отца». Тяжело принималось решение? Я думаю очень тяжело. Я просто не знаю, я верю, что это было очень тяжело. Но Господь сказал «Я сделал все». Свершил. Второе. слово «Тетелестай» это эквивалент еврейского слова «совершилось». Это делалось тогда, когда первосвященник приносил жертву ягненка. Сам. Это делалось раз в год. Когда священник приносил жертву за весь израильский народ. Это надо было сделать. Если бы Иисус из Назарета сейчас наш Господь и Бог не пошел на крест и не стал бы, будучи первосвященником, которым он и является, не пролил бы свою кровь, мы бы не получили стопроцентное избавление и не получили бы стопроцентный исход. Потому что нам каждый год приходилось приносить одну и ту же жертву одного и того же козленка или барашка. И так было бы из рода в род. Но именно Господь Иисус разрывает эту цепочку постоянной смены грехов из одного греха в другой и делает нас поистине по-настоящему свободными. Второе дело, умеем ли мы этой свободой пользоваться? Умеем ли мы вовремя отдать всю честь, славу и хвалу именно Ему, тому, кто это сделал для нас? Господь приносит эту кровь за вечное очищение от греха, приносит совершенную жертву, и Павел когда-то послание именно к своим, к евреям, смотрите, ни к римлянам, ни к колосянам, Павел обращается к своим, и он им говорит, и не кровью козлов и тельцов, но своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление, всегда, евреям 9-12. Третье, когда Таталастай произносили тогда, когда человек давал расписку о долге, и когда он полностью выплачивал, на этом гарантийном письме ставилась печать Таталастай. также провозглашалось, что долг полностью оплачен, цена полностью заплачена, и всякие теперь предпосылки, чтобы оспорить этот долг, разрушены. После этого печать уже не переламывалась, все, это было последнее полностью решение, и теперь Господь сделал следующее, смотрите, Он сказал, в котором, через Павла сказал, в котором мы имеем искупление крови его и прощение грехов, это Он уже сказал Колоссян, все, долг полностью уплачен, мы полностью свободны, печать поставим, ты никому, я никому, просто скажи сейчас сам себе, я никому ничего не должен, цена уплачена полностью, сполна, это очень сильно, когда, возможно, не знаю, кому это сейчас относится, возможно, если ты говоришь, мне надо сходить в аптеку и что-то купить, чтобы купить лекарства, скажи этому лекарству, я тебе ничего не должен вообще, какие аптеки, есть тот, кто меня избавил, это можно надолго, смотрите, четвертый пункт, это поворотный пункт, от которого мы говорили, пункт, когда заканчивается один период или сезон и начинается другой, тогда ты это можешь назвать полностью от этого выставить, если ты когда-то болел и ты почувствовал полное избавление, и конечно же, по человеческим каким-то критериям, потому что Бог знает, что все мы любим, Он знает, все абсолютно, нас сделал, Он нас сотворил, и ты бежишь к врачу и говоришь, посмотри, врач говорит, слушай, подожди, в одной бумажке написано рак, во второй ничего нету, в третьей ничего нету, сделай вот это, сделай вот это, но ты уже знаешь все, ты истелен полностью, ты на сто процентов истелен, вот это тетелестай, вот это вот самое то, что твой сезон болезней закончился, твой сезон долгов закончился, твой сезон рабства, когда ты кому-то принадлежал, но не на сто процентов принадлежал Иисусу Христу, закончился, смотрите, как Бог одним предложением решает все вопросы, вы больше не рабы, вы друзья мои, все, вот вам и Песох, вот вам и Пасха, конечно, не хватит всего времени, но его реально не хватит, Песох был три с половиной тысячи лет назад, за это время эта тема до сих пор считается неисследованной, каждый Божий раз ты открываешь книжку, читаешь, так я этого не видел, так а почему, подождите, расскажите, отдайте, Бог, скажи, почему так, почему не так, почему, отчего, у тебя вопросов будет еще больше, чем больше ты будешь находиться с Богом, тем больше у тебя будет вопросов, ты будешь жаждать, и только он может эту жажду погасить, только он может совершить с тобой этот скачок, скачок или прыжок, только он может, и что по сути и сделал, только Иисус может дать своей крови, помазать косяки твоей жизни, причем понимай, как хочешь, и косяки дверей тоже, и ангел смерти пройдет мимо, у него не будет к тебе доступа, он будет тебя видеть, возможно, ненавидеть, возможно, хочет сделать какое-то зло, но не может, положи это себе навсегда, положи это на сердце своем, давайте встанем и давайте помолимся Господу нашему, помолимся ему о том, чтобы он нам напомнил, что цена заплачена, что мы больше не рабы, что благодаря жертве крови Иисуса Христа мы знаем, что мы свободны и знаем, кому отдавать всю славу, всю честь и хвалу. Отец наш Небесный, благословенное имя Твое всегда, Господь. Мы благодарим Тебя сейчас от чистого сердца, которое Ты же нам и вычистил. Мы благодарим Тебя, Господь, от всей души, которую Ты же нам и приукрасил. Мы говорим Тебе, как Твои друзья. Мы больше не рабы греха. И это благодаря Тебе, Господь. Мы больше не рабы болезни, и это благодаря Тебе, Иисус. Мы больше не рабы старых привычек, и это благодаря Тебе, Дух Святой. Мы можем называться сейчас поистине свободным новым творением, потому что цена заплачена сполна, потому что все, что Ты сделал, Ты сделал, любя нас. Глядя нас на то время еще нерожденных, три с половиной тысячи лет назад Ты смотрел в наше поколение и говорил, они будут свободны, они будут свободны, они будут здоровы, они будут сильны во мне, потому что за них заплачена цена, потому что они оставили старые и вошли в новое, потому что они народ мой, взятый в удел, потому что ангел смерти не имеет к ним никакого доступа, и никакая зараза к ним больше не прицепится, и никакая зараза, никакая тварь больше к ним не прикоснется, и не лишит их любви моей, я Господь, я сказал и постановил, спасибо Тебе, Бог, спасибо Тебе, любимый, спасибо Тебе, дорогой наш Господь, за все, за все, за жизнь нашу и любовь Твою к нам, всю славу, честь и хвалу мы отдаем Тебе, тому единственному Господу, Богу живому, возлюбившему нас, халлинуя, слава Тебе, аминь.